Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы продолжаем нашу битву ландшафтников. Формат, который вам понравился, вы просили продолжить. Если вы помните, что в прошлый раз мы общались с Ладой Кулыгиной и Виктором Тропченко, ландшафтными дизайнерами, по поводу растений, которые им нравятся и не нравятся. В чем-то они сошлись, в чем-то нет. Ну и сейчас мы хотим продолжить тот момент, на котором мы, собственно, остановились. Это были два растения. Это были хосты и гортензии, которым у всех есть определенные вопросы, свои нюансы, их использование в ландшафтном дизайне. И, собственно, мы сейчас и поговорим про хосты и про гортензии. И, возможно, еще будет третье растение, но это будет сюрпризом для них обоих. Я его так заготовил, чтобы они не успели заранее сформулировать. Подготовиться. Да, интереснее. В общем, господа, давайте я предлагаю начать с хост растения, которое есть в садах, наверное, у всех без преувеличения практически. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Вить, ну, давай я к тебе обращусь первому. Ну, да, потому что я был в твоих садах и видел хосты ты любишь. Но, честно говоря, я был несколько удивлен, потому что у тебя сидит там вот эти вот маленькие такие хосты. Мышиные уши. Мышиные ушки. И, ну, я тогда так сделал такое лицо, что мне это нравится. На самом деле к мышиным ушкам у меня отношение примерно как к подорожнику. Эстетика, мне кажется, подорожника и хосты мышиные уши, кажется мне примерно такой вот схожий и сомнительный. Ну, лично мне почему-то нравятся хосты либо очень маленькие, именно мышиные уши и подобные им, либо, наоборот, всякие гиганты в духе Empress Wu, T-Rex, Blue Mammoth и подобных гигантских сортов. Просто потому, что и те, и другие как-то сильно отличаются, может быть, от обычных хост, которые, мне кажется, не знаю, у меня к ним очень странное отношение. Мне, с одной стороны, они нравятся, в том числе и пастролистные сорта. С другой стороны, я видел, как выглядит хостарий в садах коллекционеров, у меня вечная ассоциация, это либо салат-яйцо с зеленью лука, либо какой-то винегрет. Слишком много похожих оттенков перемешаны вместе. Мне нравятся хосты большими массивами. Это дают либо маленькие растения, которые те же мышиные уши прекрасно работают, как почвопокровные, и они достаточно быстро разрастаются. Либо это всякие гиганты, которые действительно очень архитектурные, большие, высокие. И вот у меня есть несколько любимых сортов, но вот в целом скорее вот такой ассортимент, который мне просто близок и понятен. Ладно, вот скажи, ну в принципе хосты же ландшафтные растения. Абсолютно, на мой взгляд, да. Я раньше их не очень любила. Они мне казались как-то не везде уместными. Но по своей работе я очень часто занимаюсь реконструкцией садов. Бывает такое, что приходишь в старый сад, и нужно полностью это изменить. В этом саду есть обычно растения. И, конечно, там есть хосты в больших количествах обычно. И жалко выкидывать растения, потому что они уже крупные, наросли. Но не всегда они вписывались. И вот стоял вопрос, куда же их девать, что с ними делать. И обычно я их использовала во всякие места не очень приглядные. То есть у нас везде, вокруг домов там бывают проходы северные, да, там где ничего не растет практически, где обычно какой-то хломушник, где это все. И надо сказать, что хосты прекрасно справляются со своей функцией. Они растут в затененных местах. Это большой плюс. Да, очень большой плюс. И они действительно украшают эти места. То есть те места, которые были неприглядные. У меня есть несколько участков, где мы наводили порядок и делали реконструкции. Там за домом был проход, который никто не любил. Там какая-то трава росла, ее там стригли. Сейчас там очень красиво. И даже заказчики говорят нам, что удивительно, что простыми растениями удалось добиться. И мне очень нравится, что хосты сочетаются друг с другом. Реально. Ну, то есть не только мы используем там большие вот эти крупные сорта с большими листьями. Потому что если использовать просто один сорт, да, хост, это скучно, ужасно, невозможно. То есть вот когда, допустим, пахизандра одна растет, один ковер, это красиво, но довольно монотонная штука. Ковер из хоста тоже как бы. Да, поэтому очень здорово использовать разные сорта хост, между собой сочетать. А на мой взгляд, они не смотрятся, как вот салат. Нет, не смотрятся. Ну, смотря, как их сочетать. Смотря какие сорты. Да, нет, но при чем тут сорта? Нет, ты делаешь рисунок просто. Ты когда высаживаешь растения, ты же не сажаешь их вот зелененькая, желтенькая каемочка. Нет, ты делаешь вот здесь мазок, тут мазок пошел какой-то. Ты же художник, ты же рисуешь растениями. И так же их высаживаешь. И поэтому, конечно, они же смотрятся в таком образе. Но они очень яркие, многие пестролистные сорта. И как раз сочетать их сложно между собой, на мой взгляд. Да, мне кажется, что очень часто владельцы хост и участков впадают в такое искушение создать коллекцию. Ты купил 2-3 хосты, и ты понимаешь, что ты уже фактически коллекционер. И давай, собственно, их покупать. Но это не сажается заранее. То есть, никто не планирует этот хостарий заранее. Они покупают 10 сортов хост и оставляют это в статичном положении. Ну, а скомбинировать вот этот самый рисунок, про который говорил Элада, и не превратить им это в салат, мне кажется, миссия это, в принципе, выполнима. Я думаю, что да. Просто не надо использовать по одной штуке каждого салата, как и в любом другом решении. Конечно, да. Но вообще в ландшафтном искусстве мы не используем, никогда не покупаем одно растение. Или мы покупаем одно растение, но мы должны его размножить. Потому что все начинается, весь винегрет и весь этот салат начинается из-за того, что сажают по одной штучке этого, этого, этого. И это, конечно, не смотрится. Поэтому мы сажаем, берем минимум 5 растений. Ну, самый минимум это 3, конечно, но 5-7, это было бы отлично. Чем можно разбавить хосты? Вот что, если это не моноцветник, а хосты? Идеально. Папоротники. То есть, ну, опять же, какие-то тенелюбивые, сновунусливые растения. Ну, вот на северной стороне у меня есть хосты. Под хостами есть всегда что-либо, либо яснотка, либо вербейник. Есть там крокусы под ними сидят. То есть, они появляются. Когда еще хост нет совершенно, они цветут и уходят. Потом там хантуроксия какая-нибудь. Ну, то есть, такое весеннее, да, весенне-луковичные. Они отсвели, когда нет хост. Есть коврик вот зеленый, там, из яснотки, там, или из чего-нибудь. Вот. Отсвели луковичные первые, и потом появляются хосты. И хосты закрывают все эти листочки, которые пожухли уже. И дальше они держатся. Между ними можно посадить. Ну, это зависит уже от того, где они посажены. Если северная сторона, растения, которые теневиносливые, то есть, те же самые папорники действительно хорошо смотрятся иногда отдельно сидящие большие, значит, кусты. Ну, хочется, мне кажется, добавить какого-то цвета. Вот, например, тюльпаны прекрасно смотрятся весной в хосты. Но дальше что? Тюльпаны ушли? С хостами история следующая. На мой взгляд, и минус, и плюс этих растений в том, что они очень поздно просыпаются. То есть, их листья разворачиваются фактически к концу мая. Конечно. И достаточно быстро уходят на период покоя. То есть, фактически, первый серьезный заморозок, ну, это начало октября обычно, последние годы у нас, достаточно сильно сносит верхушку. Вот этот плюс, который вот весеннее, долгое-долгое просыпание, даже с северной стороны дома есть достаточно большое количество луковичных и клубнелуковичных растений, которые прекрасно могут, и корневищных, которые прекрасно успевают процвести, уйти в покой. Стохладка, кандык, ветренница, дубравные ее сорта. А в августе у тебя просто эти хосты фактически до конца сентября. Ну, во-первых, не забывай, во-вторых, не забывай, что они сами цветут. Они тоже довольно-таки монотонно цветут. Там варианты белого и вот этого лилового. Ну, очень красивый оттенок у многих сортов. Не скучноватый? Нет, не скучноватый. Ну, вот никто не заставляет сажать тебе хосты там целую сотку. Это еще и один сорт. Я же говорю. Возьми, посади папоротники, возьми, посади, даже остельба, если чуть посветлее, посади что-нибудь еще. Да нет, ну, ребята, подождите. Не то, что там мы... Вот я хосты использую как почвопокровное растение. Ну, то есть там сидят какие-то кустарники еще. И хосты выполняют роль. Они выходят, то есть там есть луковичные, есть почвопокровные растения мелкие, да, которые у нас стелятся. Луковичные есть на весну, потом идут хосты. Они перемежаются там чем-то еще. Но это все идет под кустарниками. Ну, то есть это как вот... Подбивка там. Да, да. То есть там еще кустарники растут. Конечно, безусловно, конечно. Кустарники хорошо. Ну, вот давайте, раз мы упомянули про кустарники... И поэтому у вас получается вот такая многоярусная композиция, которая меняется. Там не скучно, я тебе уверяю. На северной стороне может быть очень весело. Да, я, собственно, и говорю, хочу перейти плавно от хосты к гортензиям, потому что, возможно, это и есть самые кустарники, подбитые снизу хостами. Потому что у гортензии есть у многих такая нехорошая способность и заваливаться, и оголять ножки. И мне кажется, может быть, да, вот таким вот интересным способом мы от хост перейдем к гортензиям. Ну, давай, да. А почему они заваливаются и оголяют ножки? Ну, заваливаются, потому что тяжелые шапки. Старые сорта, у многих именно старые сорта, например... Ну, ванила фраесла. Это самая анабель, например, если мы говорим о древовидной гортензии, она имеет свойство, да, залечь. Ну, и, собственно, вот эти вот веточки нижние, они у нее часто такие длинненькие. А об этом мы говорили, что нужно формировать это правильно все и вовремя обрезать. Тогда ничего не будет заваливаться, и все будет держаться хорошо. Единственное, гортензия, которую я не люблю по этой причине, что у нее тяжелые соцветия, и их очень тяжело держать, это вот ванила фраес. Она вот реально прям какая-то непокорная. То есть я ее не использую, да. Потому что у нее слабое, у нее очень большое соцветие, яркое, красивое, но очень тонкие такие для этого соцветия, изящные стебли, и она может лечь прям и потерять вид свой. Не, ну, безусловно, как в гортензии. А анабель ты ее вырезаешь, да, оставляешь крупные ветви и крупные шапки, и все нормально. Ты понимаешь, основная проблема, собственно, владельца участка и покупателя, что этих гортензий стало такое огромное количество, что человек просто теряется, не очень понимает, что он вообще покупает. Особенно если он покупает растение нецветущее, то он фактически покупает кота в вишке, он не знает, что из этого вырастет, будет ли оно заваливаться, падать, и какого размера оно будет. Потому что ты открываешь каталог, открываешь интернет, здесь написано, что она 60 сантиметров, здесь написано, что она метр пятьдесят. В итоге у тебя вырастает какая-нибудь здоровая лошадь Грандифлора двухметровая. Ну, это пересорт, если там вырастет не то, что указано на этикетке, это немножко другая история. Но это даже может быть не пересорт, а вот разные сведения, потому что об одном и том же сорте есть весьма противоречивая информация. Кстати, вот каталог. В каталоге у вас указаны довольно верные размеры. А есть еще каталог Лескалова, тоже прекрасный, совершенно посвященный гортензии. И на сайте у них он есть тоже. И у меня к нему есть вопросы, потому что... Ну, растения могут достигать разных размеров. Знаешь, когда появился пузыреплодник Диабола, еще, по-моему, 90-е годы, да, везде писали, что он высотой 2 метра, в том числе на западных сайтах. Это вот какая-то странная традиция поначалу. Такая ошибка бывает, бывает, да. Но я думаю, что сорта гортензии уже достаточно хорошо изучены, особенно старые, и можно просто найти разум, ну, просто поискать информацию. Можно я еще скажу? Это еще зависит от того, в какую почву вы его посадили. То есть, если у вас бедная почва, песчаная, допустим, то гортензия, конечно, не будет набирать объем. Это я вам говорю, как садовник, да? Потому что гортензия – это растение, которое требуется много питательных веществ. То есть оно нифига не малоуходное? Нет, оно малоуходное, только это все делать вовремя надо. Вот как бы садовые дела, они очень простые. Если ты вовремя все делаешь. То есть, вот, например, с хостами многие жалуются, что их портят улитки, листья, да? Ну, мы делаем что? Мы весной почистили сад, мы подкормили то, что нам необходимо. Мы рассыпали там, где у нас хосты и гранулы от слизней улиток, да? Потому что… Это дегит. Да, и это надо делать ранней весной, пока не вылупилось следующее поколение. Понимаете? Все нужно делать вовремя. И тогда у меня нет проблем в течение лета. У меня хосты красивые, везде, во всех садах никто их там не повреждает. Ну, там останутся какие-то улитки, но это не такое массовое количество. И гортензии также мы делаем. То есть мы их обрезаем вовремя. Мы вовремя подкормили их, и все. И дальше мы их не трогаем. Если жарко очень, то мы их поливаем. Безусловно. Ну, кроме всего прочего, если она любит питательную почву, наверное, не надо ее сажать в песок. Ну, бывают и людей, но просто надо использовать минеральные. Ты купил мешок земли, положил его в песок, и потом у тебя все равно опять песок. Так не надо класть землю туда. Нужно использовать мульчу. Все остатки растительные, которые у вас есть в саду, надо использовать, перемалывать или не перемалывать, просто складывать, готовить компост и его использовать. Понимаешь, у нас до сих пор почему-то считается, что это вот купить чернозема машину, завести там хорошую машину. Да не надо ничего завозить. Используйте то, что у вас есть. Скосили траву, положили ее. Используйте траву в качестве мульчи. Ладно, я с тобой прям вот созрела мысль записать ролик о лайфхаке от Лады Кулыгиной. Мы сфиксировались на этом, да. Так это известные мои садовые такие вещи. Ну это очевидно. Нет, просто я сталкивался с тем, что не все хотят компостную кучу на своем участке. Не надо кучу. Нет, не надо кучу. Я же не хочу. Нет, ну не кучу, а имеется в виду красивый компостер. Просто не хотят, не нравится. Им проще вынести и купить. Такое тоже бывает. То есть у людей разные приоритеты. Но в принципе Лада совершенно права, зачем все это вывозить, чтобы потом привозить. Нужно получать свой компост. Причем такого качества компост его практически не купим. Когда ты человеку начинаешь рассказывать долгое, вот как бы самая главная задача. Ну вот я прихожу, да, и мне говорят, нам нужно убрать все листья, которые весь опад. Вот мы пришли на участок, да, и говорят, все убираем. Пропылесосим. Все, да, листья из, вот, а там огромные, перед ограждением высажены там шиповники. И это все, конечно, в листьях. Я говорю, а зачем? Ну, то есть у нас всегда садовники все это убирали. И я говорю, может, мы не будем этого делать? Ну, как бы зачем? И начинаю объяснять, что мы оставим этот опад, мы его, значит, порыхлим, замульчируем в землю. Да? И за то, что мы, у нас теперь шиповники не болеют этим клещом, то есть там сохраняется влага, там, как бы, они... Почва, да? Да, почва образуется, и все хорошо. То есть КПД, в принципе, можно повысить, на самом деле, а не просто, как бы, соблюсти некую... Да, да, просто людям объяснять. ...экологические ритуалы, да, применив листья. Конечно. На самом деле есть довольно-таки очевидная польза. К тому же уже в середине, на следующий год, в середине лета их почти ничего не останется. Прекрасно. Слушайте, да, ну, видите, с гортензиями вообще все сложно. Я думаю, что мы поговорим с вами летом на эту тему, глядя на эти гортензии, потому что их надо, мне кажется, видеть, это хосты, там, видели все, с гортензиями немножечко чуть сложнее. Есть у меня третье растение, которое для вас такой припас. Вот. У меня есть к нему вопросы. Это эхиноцея. Оно, как бы, модное. Оно нововолновое такое. Его часто используют эпитудольфы, и вообще, вот, английские, голландские садоводы и ландшафтники, они его очень любят. И оно, естественно, как бы, ну, не могло к нам не прийти. Оно сидит и в Новой Голландии. Еще многие покупают эти эхиноцеи. Но они немножечко такие... Они... С подвохом. Нет, у них подвоха заключается в том, что в Нидерландах песчаные почвы. И там многие, поэтому они промывные. Поэтому там всегда хороший дренаж для эхиноцеи. И для тысячелистника, кстати, чтобы они жили долго, должна быть очень хороший дренаж. Действительно, тогда они живут годами. Но в наших условиях они практически всегда выпривают. Два-три года эхиноцеи нет. Но есть примеры, когда эхиноцеи, которые, в общем-то, как бы не должны жить в этих условиях, живут. Но, в принципе, их надо рассматривать как растения условные малолетники. Может быть, чуть лучше, чуть более устойчивость сорта эхиноцея полида, эхиноцея бледная. Вот она чуть-чуть поустойчивее. Но вот все эти шикарные ромашки, они, к сожалению, недолговечные. Но вот как на картинках, довольно кислые. Нет, они красивые, но вот они могут вылететь в бесснежную зиму. Они могут вылететь в зиму, когда там лег снег, но там была вода стояла под снегом, все сопрело. И у них очень много «но». Лада? Ну да, да. Я очень мало их использую, потому что именно по этой причине. То есть им нужно создавать условия, во-первых, чтобы они могли переселаться, и я вот помню, Денис Баташов делал сад у него, там были высажены как раз эхиноцеи. Да, да, да. И они там хорошо себя чувствовали, и довольно-таки долгое время, и они сеялись там. Даже так? Вот, да, сеялись. И это самое главное, по-моему, для них, потому что они должны возобновляться. То есть они сами по себе, по-моему… Они не очень долговечные. Недолговечные. Малолетники. Малолетние, да. То есть несколько сезонов они живут. Вот. Я, например, очень люблю флоксы. Которые тоже прекрасно сеются. Флоксы, да. Ну, флоксы, я не знаю, чтобы они сеялись, но они, на мой взгляд, это прекрасное растение. С огромной такой палитрой. Не, ну все-таки флокс, это, ну, скажем так, имеет четкую такую сезонность. Все-таки вторую половину лета, а эхиноцея, она… Вообще-то тоже. Ну, немножечко, мне кажется, раньше. Нет, нет, нет. По крайней мере, вот видишь, у меня ее нет, но я вижу, что в садовых центрах… Так это контейнерные растения, вырученные в теплицах, когда угодно. Да, она 4 мая уже приезжает на буковку. Нет, нет, это выгодка. Нет, она не цветет так, чтобы она постоянно там цвела. То есть эхиноцея все-таки это история… Ну, это красивое растение, да, это красивое растение, но оно действительно недолговечное. В Нидерландах оно более долговечное. Я помню, я читал лекцию в ботаническом саду, по-моему, из Праги приезжал сотрудник ботанического сада, который занимается многолетниками, у них только один сорт эхиноцея из перебренных десятков, жил дольше одного года, и та же история была с тысячелистником сортовыми. Они действительно в условиях не песчаных почв, не хорошего дренажа. В Нидерландах, во-первых, нет зимы, по сути дела, во-вторых, там постоянно дренированная пульс. То есть нет застоя воды, эхиноцей не терпит застоя воды. Ну, там еще не в этом еще проблема. Они, например, мульчируют туфом вулканическим. Это очень классная вещь, конечно. У нас нет продажи такого материала. У нас нет такого материала. У нас керамзит есть тоже. Нет, нет, не керамзит, именно туф, да. И в него, и они и сеются хорошо, и он прогревается хорошо раньше, помогает растениям выходить. То есть там немножко и другой совершенно подход к посадке растений и цветников. Ну, в общем, подытоживая, хостом – да, гортензием – да, эхиноцейем – возможно. Ну, и давайте, может быть, вы предложите какое-то растение, если мы хотим вот эту картинку петудольфовскую, нововолновую у себя иметь, может быть, можно эхиноцей заменить по мере фокусов на чем-то, да. Ромашки наши бренды. Ромашки. А ромашка – это вот, которая матрикария или которая не вянник. Что вообще, да, слово ромашки в устах ландшафтного дизайнера звучит, понимаешь, так? А что такое? Ну, смысленно. Почему? Давайте дадим ботаническое прямоподеление растению. Ну, эхиноцею все-таки, наверное, сложно на что-то заменить, особенно учитывая их палитру широкую. А в остальном… Космея. Космея. Космея, космея. Может, конечно, да, она будет пересеваться. Почему нет? Но, опять же, все равно это другое растение. Оно уже не похоже на эхиноцею, хотя тоже условная ромашка. Ну, немножко, да, условная ромашка. Ну, это другие все-таки. Нет, я думаю, что можно просто действительно подсаживать, если уж очень нравится. Ну, да, это будет как-то вот… Кто сказал, что это все должно быть вообще безуходно, без подсадок и так далее? Никто же не запрещает добавлять это что-то на место. Ну, видишь, мы же всегда говорим про поводу малоуходности и экологичности. Ну, так вот, малоуходность, да. Давайте использовать растения, которые растут у нас. Мне нравятся ромашки. Мне очень нравятся колокольчики. Колокольчики, я считаю, что это прям прелесть, прелестная в наших условиях. Они хорошо смотрятся со злаками. И если мы используем ромашки, колокольчики, тот же тысячелистник, мы можем использовать, я не знаю, пижма, прекрасно смотрится. Такую еще растения у нас, которые цветут, таволги, да полно всего. Не обязательно использовать… Есть все сортовое, потому что, да, ты говоришь, ромашки, колокольчики, для меня какие-то полевые цветы, которые я посажу. Ну, они разные. Потом я буду с ними бороться, потому что они заполонят у меня все. Колокольчик молочно-цветковый – это полутораметровый многолетник, например, его сорта. Это как бы совсем не полевой цветок. Ну, в смысле, конечно, это понятно, что тоже многолетние растения растущие. Ну, в общем, я от вас попрошу, видите, от себя и от Лады по одной фотографии с ботанической подписью растения, к которой мы можем прийти и сказать, дайте нам вот это вот. Пожалуйста. Может быть, тогда получше приобрести, ну вот, например, даже каталог Европланта или многолетников ОППМ. Очень много многолетников, которые могут у нас жить и так или иначе создавать какую-то картинку, огромное количество видов, еще больше сортов. Хотелось бы сузить. Так не бывает так. Просто когда ты делаешь, вот, Дендроплан, да, ты сделал проект, у тебя все хорошо, планировки все там, как любит Вика говорить, парковки там все на месте. Все нормально. Дальше ты высадил деревья там, запланировал кустарники. И начинается самое главное, начинаются цветники. Но это невозможная, невозможная палитра. И ты к каждому объекту подбираешь совершенно свой определенный набор растений. То есть, в зависимости от того, какое хочешь ты получить впечатление от сада, да, какое настроение он должен создавать, какого цвета он там должен быть, на что делать акценты, да. И под это ты всегда подбираешь свои растения. Не бывает такого. То есть, вот, кустарники я там использую. У меня есть любимые деревья и кустарники. Я их использую там, вот, практически, ну, не так много у нас, да. Я понял твою мысль. Давай мы... А многолетники, это такая штука, что... Их очень много. Их реально очень много. Хорошо, на этой, на самом деле, не самой оптимистичной ноте я помогаю закончить наш ролик. Потому что, да, я не в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда ландшафтные дизайнеры, да, не хотят нам давать никаких простых рецептов, лайфхаков и советов. Не бывает. Говорят, да, конечно, не бывает, да. Да нет, но бывает, почему? По-моему, это радостная нота, если у нас есть выбор. Мне кажется, она намного хуже, если бы у нас выбора нет. Да, ну, понимаете, у нас же нет ботанического образования, ни ландшафтного образования. А книжки по садоводству не продают? Ну, что сейчас книжки? Ну, для этого YouTube есть. Мы хотим зайти в YouTube, чтобы нам и Витя Тропченко, и Ладу Кулыгину сказали, вот это сажайте, а это садите. Да, ну, вот я вам говорю, сажайте колокольчики. Посмотрите на них. Гэдроплан, да, цветник, цветовая гамма. Ах. Сажайте хоть пальмы, просто они будут однолетними в нашем климате. Господа, 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 мы заканчиваем по наших зрителей. Я попрошу оставить ваши вопросы к уважаемым экспертам, да, задать им определенное направление. Спросите что-нибудь, да. Да, вы хотите услышать, чтобы в следующий раз, да, я этот допрос пристрастия от вашего лица им учинил. На этом все. Мы заканчиваем. С вами был канал Европлант Лайф. И наши любимые эксперты Лада Хулыдина и Виктор Тропченко. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!